Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Доброе бодрое утро, друзья Просыпайтесь скорее, потому что на календаре Уже 2 марта, уже вторник и уже весна, дорогие друзья Причем второй день, как вы понимаете И, конечно же, сейчас самое время нам налить себе по чашечке кофе И зарядиться энергией и позитивными эмоциями Вместе с шоу Овсянка на Первом Ярославском Меня зовут Дмитрий Московский и сегодня в нашем выпуске Полистаем комиксы об ученых в рубрике Первая страница Пообщаемся с представителями сборной России по прыжкам на батуте В нашей рубрике «Интересный человек» И, конечно же, мастер-класс Сегодня своими руками мы сделаем монетницу Это шоу Овсянка, мы начинаем! А сегодня, кстати, 2 марта День считания ворон Любимое дело тех, кто не любит уроки А вот привить страсть к учению старался прославленный ярославский педагог Константин Ушинский Он, кстати, родился 2 марта 1824-го А в 1931-м на свет явился Михаил Горбачев, последний генсек ЦК КПСС Ровно два года спустя состоялась премьера культового Кинг-Конга Образ огромного монстра актуален и по сей день А вот за более утонченными к Вячеславу Зайцеву У него сегодня тоже день рождения Наконец, 2 марта 1968-го Родился действующий, благодаря пандемии и по сей день Агент 007 Дэниел Крейг Вот, знаете, есть такие мышцы, которые, сколько ни качай, всегда надо качать еще и еще И Екатерина Седнева, наш фитнес-эксперт, о них вам сейчас расскажет подробнее И предложит свои упражнения Сегодня тренируем грудной отделы мышц спины Всем доброго утра, меня зовут Седнева Екатерина Сейчас я вам покажу несколько простых упражнений для мышц спины и грудного отдела Для выполнения этих упражнений нам понадобится только коврик Пожалуйста, садитесь на коврик таким образом, чтобы вам было комфортно Можно вытянуть ноги вперед перед собой Можно их чуть собрать к себе Главное, чтобы ваша спина оставалась прямой Сделайте глубокий вдох наверх Мягкий выдох вниз Еще разочек вдох И сейчас чуть задержаться наверху Собрать руки в замок Потянуть ладони к потолку Вытянуть ваш позвоночник Наш таз остается на полу Потянитесь макушкой к потолку Почувствуйте вытяжение И на выдох плавно начинайте округлять вашу поясницу и вашу спину Позвонок за позвонком Уходя в такое полукруглое положение Подбородок приближайте к груди Почувствуйте вытяжение в области плеч и лопаток Чуть потянитесь за руками вперед И на выдох мы с вами возвращаемся в исходное положение И снова вдох Округляйтесь позвонок за позвонком Потянитесь вперед Зафиксируйте себя в этом положении И добавьте небольшое боковое вытяжение Из стороны в сторону Выдох Вернитесь в середину То же самое повторите в другую сторону Вы почувствуете вытяжение под лопатками В одну сторону И в другую Повторите еще несколько раз А затем на выдох раскруйте ваши руки через сторону Раскройте грудной отдел Приблизьте лопатки к позвоночнику А локти направьте назад Мы с вами растягиваем грудные мышцы На выдох точно так же Закрыться к себе Опустить подбородок к груди Затем сделаем глубокий вдох Руки через сторону И выдох обратно Точно так же Останьтесь в этом положении Как мы с вами делали в предыдущий раз И потянитесь чуть в одну сторону И чуть в другую Постарайтесь все упражнения Выполнять очень плавно Без резких движений Здорово Остаемся в этом же положении Мы с вами поработаем на боковое вытяжение Потянитесь четко за рукой в сторону Затем вернитесь в исходное положение За другой рукой в сторону И точно так же вернуться в исходное На выдох возвращайтесь И в другую Я уверена, что у вас хорошо получается Сейчас мы с вами немного усложним это упражнение Добавим в ротацию в грудном отделе Потянемся за рукой в диагонали Грудной отдел развернем к полу Опорная рука мягкая На выдох вернитесь в исходное И поменяйте руку Точно так же в другую сторону Разворачиваем грудной отдел Потянитесь за рукой Как будто пытаетесь что-то достать И вернитесь в исходное положение Отлично У нас с вами осталось еще одно упражнение Чуть расслабим поясничный отдел Для этого необходимо встать на четвереньки Ладони под плечами На выдох мягко толкайте себя руками назад Направляйте ваш таз к стопам Растяните позвоночник в потолок А на выдох наоборот Направьте живот к полу Прогнитесь в пояснице Голова смотрит вперед Еще разочек вдох Потянитесь назад И выдох вперед Вдох Находитесь в конечной точке Столько, сколько вам необходимо Чтобы почувствовать вытяжение И выдох На этом наша тренировка окончена Всем хорошего дня С вами была Седнева Екатерина Всего доброго Вот казалось бы Где комиксы И где ученые Ну как соединить все это вместе Бывает ли такое А я вам скажу Бывает Рубрика первая страница Сегодня ответит на все вопросы И предложит вам целую серию Разнообразных комиксов В которых речь пойдет О знаменитых ученых Помните, мы вас знакомили С графическими романами И его героями Из мира искусства Теперь пришло время Приходить на новую ступень Будем изучать науку Благодаря комиксам И ярким картинкам Доброе утро Вы смотрите рубрику Первая страница Меня зовут Наталья Антонова Мы в Некрасской библиотеке С нами Иван Сычев Ваня, доброе утро Привет, Наташа Ну что, поехали Поехали Итак, смотри К еретикам Да, в новое время К еретикам Значит, смотри Классная Удительная книжка Она рассказывает нам Об истоках философии Нового времени Философия Нового времени Это все Все идеи Которые у нас Господствуют сегодня Ну то есть Все зародилось там И все идет оттуда И вот как Все это появлялось Вот здесь В замечательных Историях Рассказ Интересное оформление То есть У тебя есть место И дата И больше ничего То есть Дальше ты открываешь И у тебя Непосредственно идет Сама история То есть Что происходило Очень шутливо Как открывало Да Но на самом деле Здесь Ну вот прям Вся суть Которые Если вдруг Ты читаешь Ты понимаешь Что ты не знаешь Кто это У тебя есть специальный справочник Сзади В этой книжечке Ты открываешь С картиночкой Все понятно Смотришь на этого человека Галилео Галилей Читаешь кто это Что он сделал Буквально Да Коротенькую Просто как я его не узнала Тебе интересно Или не интересно Давай теперь Более узнаваем К Энштейну Он смешно выглядит Он смешно одет То есть Маленький Энштейн Мы видим историю Его взросления Его отношения В личной жизни О том Что вообще Как происходило И дальше Мы видим его Уже Классическим Таким Да Он зелье Какое-то Варит Здесь На этом рисунке То есть Чем он вообще Занимался За всю свою жизнь И вот здесь Энштейн Это больше Наверное Как Знаешь Такой персонаж Из массовой культуры Вот Энштейн Как человек Который У всех Ассоциируется Вот с этим дядькой Который язык Показывает Ну собственно Вот примерно С таким Каким И он Здесь очень Человечный Здесь очень Интересный И при этом Показано Действительно Его вклад Который он Сделал в науку Ну то есть И почему Это в общем Важный Как в конце Он не умер А просто Улетел Исследовать Космос Вот тут Тут уже Немножко Не по науке Пошло Но очень Красиво Мне знаешь Что Я на что Обратила внимание Он действительно Как-то выразился Здесь очень Человечный То есть Вот этот вот Мальчик В школе Который Есть в любом Классе Вот этот вот Парень Которого Какие-то Неуместные Такие Свидания Происходят Он пытается Он пытается Да Дальше У него тут Начинается Семейная Жизнь Типичная Абсолютно С непониманиями Вот он Дети Они плачут Мешают ему Работать Это настолько История Действительно Из соседнего Дома Соседнего двора Которая Понятно Абсолютно Каждому И ты Проникаешься К нему В первую очередь Действительно Как к человеку А не как К этому Сумасшедшему Ученому С языком Который у тебя Висел В кабинете В физике В школе Классно И книжка Просто Потрясающе Это вот Друзья Если вы Обожаете Красивые Картинки И очень За Тактильность Это великолепно Просто Издание Потрясающе Последняя Книжка Самая наверное Сложная Но при этом Самая интересная Значит Это Чертова дюжина Комиксов О науке И ученых Это книга О современной Науке Ну Относительно Современной То есть О том Как делались Более-менее Близкие к нам Открытия в науке Интересное Оформление Комикс 2 Например Однажды На коктейльной Вечеринке Как мозгу Дается найти Иголку В стоге Звуков О восприятии Звука Здесь Перед каждым Комиксом Есть досье О том Что это Изобретение При каких Условиях Оно было Открыто И как оно Влияет На нашу жизнь Дальше Досье На главных героев Это люди Которые Сделали Это открытие Они тебе Здесь представлены В том Как они нарисованы В том Кто они Такие Чем они Занимаются И вот Пожалуйста У тебя Идет Такое Полушутливое Такое Развлекательное Чтение Но при этом Действительно Тебя Сам процесс Абсолютно Точно Показан Книга Цена Тем Что Здесь Разные Рисовки Потому Что Здесь Чёрно-белое А здесь Причем Да Совершенно Такая Рисовка Из Мультиков Нулевых Да Да Вот Ну В общем Вот так Она Выглядит Да Есть Совершенно Другие Например Рисунки Да Вот Как Классических Комиксах Про Супергероев Да Вот Они Собственно Здесь И Вот Здесь Нуар Мы Видим Более Менее Очень Совершенно Детская Рисовка Такая Она Тоже Очень Интересная Она Про Это Про Байкальских Раков Это История О Неличайших Организмах Которые Существуют И растут Таких Очень Интересно То есть Во-первых Получаешь Эстетическое Удовольствие А во-вторых Действительно Ты можешь Изучить Что-то Новое И каким-нибудь Знанием Блеснуть В разговоре Да Я с тобой Абсолютно Согласна И еще Увлечь Этим Детей Потому Что Самое Главное И самое Такое Тонкое Это Учиться Играя И вот Это Как раз Очень Классная Книга Большое Спасибо Ее Авторам Автор Идеи Лина Шунайт Я еле Прочитала Я не Ожидала Здесь Она Ставила Книжку Где Вы Рассказывают Про Байкал Увидеть Какую-то Латышскую Фамилию Но Тем не менее Тем не менее Большое Спасибо За подборку Она Прекрасная Большое Спасибо Авторам За то Что Делают Науку Такой Интересной Игривой И доступной Дорогие Зрители Мы желаем Вам Хорошего Дня Прекрасного Настроения И изучайте Науку Всего Хорошо Всем Добрейший Утренний Привет Это телеканал Первый Ярославский Шоу Овсянка Продолжается Я Дмитрий Московский И впереди У нас Невероятно Интересная Беседа С прославленным Спортсменом Обладателем Серебряной Медали Олимпиады В Лондоне Дмитрия Мушакова Мой коллега Дмитрий Жданюк Задал ему Самые Важные Вопросы В Ярославле Завершился Кубок России По прыжкам на батуте Интересные Престижные Соревнования Которые Посетили Именитые Достаточно Спортсмены И с одним из них Мы сейчас Поговорим Он выступал На Олимпийских Играх И даже Оттуда Приезжал С медалью Мы Пообщаемся С серебряным Презером Олимпиады В Лондоне Дмитрием Ушаковым Батутистом Естественно Дмитрий Здравствуйте Здравствуйте Во-первых Вопрос Сразу возникает Как вам здесь Ярославля Как вам площадка Та, которой Мы сейчас находимся Все хорошо Все устраивает Единственное Немного места Для разминки Но все хорошо Главное Что было тепло Мы немного Переживали по этому поводу Когда смотрели Прогноз погоды И видели Что минус 25 Ожидается И думаем Как интересно Будет в зале Климат Но все было здорово Тепло Для соревнований Хорошего температуры Но у вас дома В Краснодарском крае Как я понимаю Сейчас Ну было холодно Относительно Да То есть у нас тоже Было минус 13 Для нас это очень Такая низкая температура Везде было холодно В это время Много раз О юге О вашей жизни Там мы сейчас Чуть попозже поговорим Вы здесь Больше как участник Или больше Как уже непосредственно Тренер Тут очень много Людей Которых вы консультируете Очень многим помогаете Я здесь Как участник Но сегодня К сожалению Я По большей части Помогаю Потому что я Вчера выступил плохо В четвертьфинале И не прошел дальше Проключительный этап Соревнований В финалы И поэтому Я сейчас В основном Стаю на страховке Где-то Что-то подсказываю Для меня Соревнования Закончились вчера Почему к сожалению Вы тренер Почему к сожалению Потому что Хотелось больше выступать Ну естественно Я приехал сюда Соревноваться Отбираться В том числе И в сборную России Чтобы выступать На чемпионате Европы И отбираться На Олимпийские игры То есть я Не являюсь сейчас тренером Я действую сейчас Спортсмен И вчера я совершил Досадную ошибку Было очень обидно И поставил все такие рамки Что теперь нужно На следующем старте Стараться Уже по максимуму А что за ошибка У вас была? Ну это долго объяснять В общем Поставил неправильно Поставил свое тело И в итоге На втором элементе Я закончил свое упражнение А сделать нужно 10 элементов А с чем это связано? Это связано с потерей концентрации Или перетренировались То есть не дотренировались Я думаю Я думаю Я неправильно себя Настроил психологически И такая концентрация Была рассеянной И поэтому Совершил такую Обидную Нетипичную Для себя ошибку Вы говорите Что у вас Есть другой путь Отбираться в сборную Следующие старты Какие получаются? В Сочи Через месяц У нас будет Чемпионат России В Сочи Где Также будет Отбор На чемпионат Европы И в том числе Возможно На Олимпийские игры Потому что У нас такая Сложная сетка отбора И Все может привести К тому Что в итоге Будут смотреть Результаты Вот этих соревнований Куба России И Чемпионат России В Сочи Чтобы отобрать команду На Олимпийские игры А мечтаете Снова попасть на Олимпиаду? Конечно Да Я не то что мечтаю Это Это единственная Задача На этот год Вообще Насколько Сложно Вот сейчас С Олимпиадой Все дело обстоит Потому что Она должна была Пройти в прошлом году Но понятно Почему ее перенесли На 2021 Это скорее плюс Потому что Есть больше времени Подготовиться Или это минус Потому что Настрой был Именно на 20 Для меня Это минус Потому что Конечно Настрой был на 20 И я к тому времени Уже выходил На неплохую Для себя форму Для спортсменов Которые помоложе Для них Как раз таки Это плюс Они могут Использовать Этот год Для того Чтобы как-то Обрасти опытом Усложнить Свои комбинации Улучшить технику И этот год Для них Как раз таки Сыграл хорошую роль Для меня Это минус Ну Как есть Так есть Сложности В основном Конечно Организаторов Олимпийских игр Я представляю Какими сейчас Нелегко Я думаю Олимпиада будет Надеюсь Даже со зрителями Посмотрим Часто Лондон Вспоминаете 12 Да честно говоря Не часто Это было давно Живем Сегодняшним днем У нас каждый год Проходят какие-то Интересные соревнования Конечно Мне приятно Вспоминать И мне часто Напоминают Его Потому что Это естественно Моя основная заслуга Чемпионат Олимпийских игр В Лондоне Вот Но Не вижу смысла Жить этими соревнованиями Поэтому Каждый раз Хочется В этом году Добиться чего-то Хорошего Ну это здорово Что живете Сегодняшним днем Но все же Какая главная Ассоциация у вас С Лондоном 1012 1012 С самими соревнованиями Вот что сейчас Вот если Успокоиться Задуматься Первое Придет в голову Ну как Хорошее мое выступление Я Я как сейчас Помню свои Эмоции Свои ощущения Мысли То есть Ну круто Было классно Это было как-то Все тогда сошлось Вот как надо И в голове И в теле Был такой порядок Что Ну лучше Наверное Было сложно Представить Поэтому все так получилось Но серебро Серебро На тот момент Это был Для меня Максимум Который мог показать На самом деле Абсолютно заслуженно Победил Дон Донг Он Весь тот сезон Выиграл все старты Международные Поэтому Как-то сетовать На то Что я проиграл Дон Донгу Ну было бы Неправильно Потому что В принципе Когда на пьедестале Каждый стоял на своем месте Соответственно Выполнение комбинации И Я выполнил свой максимум Это Лучше я сделать не мог Если кто-то сделает лучше Пожалуйста Вот Дон Донг Делай лучшего На первом месте Поэтому Я был очень рад Своей Серебряной медали И также я был рад Что я стою Между двумя Олимпийскими чемпионами Потому что Третье место занял На тот момент Действующий Олимпийский чемпион Лю Чен Лонг Действующий чемпион мира То есть Третье место Был очень Серьезный Спортсмен И это тоже Добавляло мне баллов Моих Для меня лично Потому что Я обыграл Такого серьезного Спортсмена И стою между двумя Получается Очень-очень-очень Сильными ребятами Почему на ваш взгляд У ваших коллег Из Азии Проще получаются Различные элементы Сложные Сложно сказать Многие об этом думают Конечно Я думаю Все дело в тренировках В тренировках Говорят что У них генетически Они как-то Предрасположены К сложной Координационной Бедом спорта Возможно Это тоже есть Но я знаю Что они очень много Работают И Но это и есть результат Эти медали Которые мы видим Это результат Большого количества Тренировок Большого объема И такой Высокой Трудоспособности И конечно Я думаю Они могут Это все делать Благодаря тому Что у них Очень хорошая Система восстановления Мы не знаем Нюансов Но я уверен Что работа После тренировки Идет Тоже очень Грамотная И серьезная Китайская медицина Очень хорошо развита И Я думаю Они оттуда Очень много берут Почему мы не можем Что-то подобное У них Взять И адаптировать Если бы Они хотели Нам что-то показать Они нам показали Они нам показывают То что Нам можно видеть Поэтому я думаю Если как-то Шпионы Как-нибудь В них внедрить Только так Не думаю Что они будут Распрывать Какие-то свои секреты Если они у них есть То есть Получается Вообще Для того Чтобы Европейцу В данном случае Нашей сборной Опередить Китай Нужно Тренироваться Хоть 7 дней Неделю Хоть 24 на 7 Помимо восстановления Мы не сможем Тренироваться Так долго Если у нас Не будет восстановления Это понятно Это вообще В принципе Результат Это есть Правильное Сочетание Тренировок И отдыха И отдых Это не просто Валяние на кровати Належание Или же там Прогулки на свежем воздухе А тоже Грамотная работа Специалистов Которые помогут Восстановиться Вот И Я могу только Предполагать Да Я же не говорю Что это истинно Но я думаю Что у китайцев С этим делом Все на порядок Выше Чем во всем другом Лично Как у вас Проходит Это самое восстановление Что вы любите Делать Вне соревнований Ну вот То что я и назвал В принципе Полежал Прогулялся Массаж После тренировок У нас есть На сборах Массажист На сборах Я сейчас говорю Про сборы Да Вот В принципе Медикаментозы Нас тоже сопровождают Дают Комплекс витаминов Также у нас Я могу себе позволить Я могу себе позволить И две недели отдохнуть Если После этого отдыха У меня есть Достаточно Количество времени Чтобы остановиться В следующем соревновании Потому что Наш вид спорта Он не предполагает Длительный отдых Мы очень быстро Выходим из формы То есть Я если Например Четыре дня Я не потренируюсь То Я буду довольно долго Входить в форму И Во время сезона В течение сезона Я не могу себе Позволить такой отдых Вот А после Например Чемпионата мира На две недели Я могу уйти И мне этого достаточно Что вас интересует Помимо спорта Какое ваше Самое любимое занятие Вне Батута Ну У меня много Свободного времени На сборах Я провожу За чтением книги Вот Ну у нас много Там развлечений На самом деле У нас есть бильяр У нас есть настольный теннис Ну понятное дело Что тоже В интернете провожу время Дома семья Дома у меня Двое детей И на какие-то Свободные Такие На какие-то Хобби Времени Особо На сборах Получается От двух детей Отдыхаете На сборах Конечно Книжка Которую Последние Прочитали Какая у вас Ну сейчас Я начал читать Атлант Расправил плечи А до этого Был Рей Далио Принципы Очень интересная Книга То есть Вас Интересует Больше такая Художественная литература Ежели практическая Разная Нет Рей Далио Принципы Это как раз таки Практическая Он организовал Самый успешный Американский Хедж-фонд Вот А в том числе Я стараюсь чередовать Я и классику люблю И вот такие книги Которые Ну Помогают Раскрыть Какие-то Такие вопросы Ну и Как еще себя Настраиваете На соревнованиях Может какая-нибудь Музыка есть у вас Ну музыка Нет Я бы не сказал Что я настраиваюсь Музыкой Музыку люблю всякую В основном Это такое Что-то трендовое Что вот сейчас Популярно Чтобы знать Что происходит Наверное Возможно Да Но так проще Сколько до Сочи У вас осталось Получается Месяц до Сочи До Сочи осталось Ну на старт Начинается 17 марта Меньше 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 Да Мы сейчас возвращаемся Домой Сегодня А 1 марта Мы уже уезжаем На сборы в Сочи И начинаем готовиться Хватит ли Вот этих двух недель Чуть побольше Чтобы подготовиться Я думаю Хватит Как раз Вот я получил Такую хорошую Мне кажется Полезную пощечину На этих соревнованиях И Такую взбучку Сам для себя устроил И сейчас Очень хороший Позитивный такой настрой Раз две недели То что надо Ну пожелаем вам Отобраться в сборную России Поехать на Олимпийские игры И там Чем черт не шутит Еще одну миндаль Как минимум В свою копилку положить Спасибо вам огромное Меня зовут Дмитрий Жданюк Увидимся на Первомирославском Пока Ну и по традиции Сразу после рубрики Интересный человек Интересный городскоп На Первомирославском Овны Отличный день Полный хороших идей И вдохновляющих событий Удается быстро справиться С делами Которые прежде Казались сложными И запутанными Находятся ответы На вопросы Раньше ставившие в тупик Тельцы Не торопитесь Поспешные выводы Решения Принятые на ходу Едва ли будут верными Если вы спокойно Обдумаете Сложившуюся ситуацию То поймете Как лучше действовать Иногда Стоит просто позволить Событием развиваться Своим чередом Близнецы Сегодня вам стоит Быть максимально Осмотрительным При проведении Даже самых мелких Финансовых операций Возможно Их лучше вовсе Не осуществлять Завтра вы сможете Найти этим же деньгам Куда лучшее применение Раки Старайтесь не паниковать И не волноваться Если не все идет Так Как вам хотелось бы Вы обязательно Найдете способ Взять ситуацию Под контроль Терпение И настойчивость Дадут шанс Успешно завершить дела С которыми Не справились другие Львы Можно браться За новые дела Вы быстро добьетесь Первых успехов Двигаться дальше Будет легко Вторая половина дня Время отличных идей Которые вы вскоре Сможете воплотить В жизнь Обдумайте все Как следует Определитесь С планом действий Девы Кое-какие трудности Возможно Но серьезные проблемы День едва ли принесет От вас же требуется Не сдаваться Если не все получается Сразу И добиваться своей цели Даже когда обстоятельства Складываются Не самым удачным образом Весы Вероятно необычные Предложения От которых Не захочется отказываться Возможно Сегодня вы захотите Внести в свою жизнь Нечто новое И момент для этого Сейчас Самый подходящий Скорпионы Какие-то семейные проблемы Решатся благодаря Вашей энергичности Настойчивости И целеустремленности Близкие готовы Поддержать Ваши начинания В том числе Те, которые Прежде казались Им сомнительными Стрельцы День отлично Подходит для того Чтобы приступить К реализации Смелых идей Появившихся у вас В последнее время Можно действовать По наитию Руководствоваться Подсказками интуиции Она не подведет Даже в неоднозначных Ситуациях Козероги День подходит Для творческих Экспериментов Нестандартные решения Часто оказываются Удачными Будет шанс Исправить давно Совершенные ошибки Вечер будет Приятным для общения Водолеи За свои интересы Нужно будет побороться Но вас это Ничуть не напугает И не огорчит Вы уверены Что добьетесь успеха И не зря Звезды сейчас На вашей стороне Поэтому можно Держать верх Даже над очень сильным Противником Рыба И день подходит Для отдыха Неутомительных дел И приятного Общения с людьми Которые вам дороги Возможно Неожиданные предложения Приглашения в места О которых вы прежде Даже не слышали Взвести все за и против Прежде чем принять Окончательное решение И снова здравствуйте Это по-прежнему Шоу Овсянка На Первом Ярославском Меня зовут Дмитрий Московский И мы продолжаем Радовать вас Всевозможными полезностями Прямо сейчас Сделаем своими руками Монетницу Теперь-то вы Уж точно будете знать Куда вам положить Все это металлическое добро Которое По всем карманам У вас лежит Монетница Прямо сейчас Доброе утро Дорогие телезрители Сегодня я вас научу Делать вот такую Монетницу В виде квадрата Для ее изготовления Вам потребуются Выкройки Я расскажу Как их сделать И два небольших Кусочка кожи Из инструментов Вам потребуются Установочные щипцы Ножницы Линейка Белый гелевый стержень Канцелярский нож Вот такой И пробойник Чтобы сделать Такую монетницу Нам надо вырезать Квадрат Со стороной 11 сантиметров На этом квадрате Отметить Центры сторон И построить Внутри Вот такой Квадрат У него будет Сторона 7,5 сантиметров Но Вам второй Квадрат Надо будет Вырезать Со стороной 7 сантиметров Чуть-чуть Поменьше Чтобы он был Чем Внутренний Квадрат После этого Вы сгибаете По линиям Вот таким Образом Это делается Для того Чтобы Нам наметить Те места Где Надо сделать прокол Для кнопок Для того Чтобы вам Закруглить И красиво Сделать углы Вам надо будет Линеечку Приложить Вот таким образом Обвести И вырезать После этого От каждого угла Вот по этой Диагональной линии Надо отложить Полтора Сантиметра И Сделать Отметку Когда Вот это все Готово Вам надо Разместить Вторую Деталь По центру Первой Вот таким Образом Вы загибаете Все краешки И На детали Маленькой Вы их Обводите Когда вы Откроете У вас На детали Маленькой Останутся Следы Для того Чтобы Правильно Установить Вторую Деталь Каждой Кнопки И Также Вы На этих Отметках Делаете Отверстие Ваши Выкройки Готовы Мы с вами Обрисовываем Эту Деталь Обязательно Прорисовываем Отверстие И Вырезаете Вы можете Вырезать Просто Ножницами Я Люблю Пользоваться Вот таким Канцелярским Ножом Кончики Мы Скруглили И С помощью Пробойника На Помеченных Местах Мы Делаем Отверстие Деталь Большая У нас Готова Приступаем К Маленькой Детали У Маленькой Детали Обратите Внимание Углы Мы Не Скругляем Готова Наша Вторая Деталь Для Завершения Изделия Нам Потребуется Только Установить Кнопки Значит На Большой Детали Мы Устанавливаем Верхнюю Часть Кнопки И Теперь Устанавливаем Нижнюю Детали Кнопки Наше изделие Готово Можно Можно Пользоваться И вот теперь Когда у вас есть Монетница Поговорим о том Что туда положить О монетах Прямо сейчас Рубрики Личные финансы Расскажем Как заработать На монетах И откуда Они вообще Взялись В современном мире Благодаря развитию Технологий Безналичные Расчеты Приобретают Основное Значение Заменяя Привычные Бумажные И металлические Деньги Например По данным Ярославского Отделения Банка России За 6 месяцев 2020 года Доля Безналичных Операций По оплате Товаров И услуг Составила 90% Карты Ярославцы Оплачивают Как правило Небольшие Покупки Средний Чек Составляет 700 рублей Однако 70% Населения Отметили Что не могут Обойтись Безналичных Денег Монеты Или как их Часто Называют Мелочь Не менее Популярны В обороте Чем Бумажные Деньги Металлические Деньги Имеют Древнюю Историю Своего Существования Оставаясь Символом Богатства И власти Они не раз Становились Героями Многочисленных Произведений Искусства Как Молодой Повес Ждет Свидание С какой-нибудь Развратницей Лукавой Дурой Им Обманутой Так Я Весь День Минуты Ждал Когда Сойду В подвал Мой Тайный К верным Сундукам На протяжении Всего Времени Своего Существования Для Изготовления Монет Использовались Различные Материалы В 1381 В Москве Начали Чеканить Собственную Серебряную Монету Начиная Со времени Правления Ивана Третьего Всадник Саблей В руке Становится Излюбленным Образом Мастеров Денежников Того Времени За последние 500 лет Россия Пережила Более Десяти Денежных Реформ Одна Из них Проведенная Матерью Ивана Грозного Еленой Глинской Положила Начало Наведению Порядка Со стороны Государства В политике Денежного Обращения Старые Деньги Запретили В стране Была Введена Единая Денежная Система Монетами Стали Полушка Деньга И копейка Которая Получила Своё Название Из-за Изображенного Всадника С копьём История Распорядилась Так Что наш Город Также Имел Прямое Отношение К копейке В 1612 Году Маленькую Серебряную Денежку Именуемую В народе Копейной Деньгой Или Чешуйкой Вручную Чеканили На Ярославском Монетном Дворе Временно Оборудованном На подборе Спасского Монастыря Деньги Были Крайне Необходимы Ополченцам Для закупки Провианта Обмундирования И оружия Войско Стояло В Ярославле И отправилось Освобождать Москву Уже готовым К сражению Сегодня Копейка По-прежнему Находится В обращении Правда Ее уже Не чеканят Поскольку Выпущено Очень много Современные Обычные Монеты Делают Из стали И покрывают Для красоты И защиты От коррозии Различными Сплавами Как вы думаете Что это такое На самом деле Это заготовки Из которых В последующем Чеканятся Наши монеты Вот эта заготовка Предназначена Для того Чтобы начеканить Привычные Нам Десятирублевые Монеты А это Заготовки Из которых В последующем Появляются Биметаллические Монеты Тоже номиналом Десять рублей Чаще всего Они памятные Правом выпуска Или эмиссии Монет Как впрочем И других Денежных знаков Обладает Исключительно Банк России В частности Монеты Изготавливаются На московском И санкт-петербургском Монетных дворах Монеты Являются Не только Средством платежа Но и имеют Еще И другое Значение Помимо Обычных монет Используемых В качестве Платежа Банк России Проводит Большую работу По выпуску Так называемых Памятных Инвестиционных Монет Памятные монеты Выпускаются Банком России В связи С какими-то Торжественными Событиями С историческими Датами Для того Чтобы напомнить Нам о героях России О их вкладе В нашу историю Вот например Памятная монета Выпущена К тысячелетию Ярославля Выпущена Она из серебра И весит 155 граммов Есть более Маленькая Памятная монета Выпущенная К 75-летию Победы Памятные монеты Выпускаются Как из драгоценных Металлов Из серебра Либо из золота Либо из простых металлов Их главная задача Это сохранить память О тех исторических Важных событиях Которые произошли В нашей стране Помимо памятных монет Банк России Выпускает Инвестиционные монеты Они используются Для того Для В общем-то Исходя из названия Для инвестиций Для сохранения И приумножения Денедных средств Их стоимость Определяется весом Металла Из которого Они изготовлены И изготавливаются Они в основном Из золота И серебра Ну в отдельных случаях Из платины Либо из палладия Приобретая эти монеты Вы вкладываете Определенные денежные средства И по истечении времени В зависимости от Изменения стоимости Грамма На тот или иной Цветной металл Вы можете Получить Прибыль То есть инвестировать С доходом А на этом У нас все Это было шоу Овсянка На первом Ярославском Отличного вам дня Шикарного настроения И до встречи завтра В то же самое время Пока-пока Доброе утро Область просыпается И снова новый день Начинается Первый Ярославский Сделает Твое утро Бодрым В отличном настроении Пойдешь на работу И не важно Маленький Ты или взрослый Утро Надо начинать С овсянки Все просто Чтобы сегодня Все было отлично Включай в 7 утра Наше шоу Это логично Овсянка Овсянка Овсянка